Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В сегодняшнем евангельском чтении мы слышали о том, как Господь говорил своим ученикам, приготовляя, потому что Ему подобает много пострадать в Иерусалиме, и быть распятым, и воскреснуть. И вот как удивительно, Евангелист говорит, а они слышали и не понимали, о чем идет речь. Воистину, как говорил Децпророк, будут смотреть и не увидят, будут слушать и не услышат. И так было не только с апостолами. И в Ветхом Завете пророков не воспринимали, их, как правило, уничтожали, потому что то, что они говорили, не нравилось тем, кому говорили, исключение народа сирийский, который покаялся проповеди Иоанны и был тем самым спасен. Почему мы не хотим слышать пророчий? Да потому что мы хотим жить так, как нам хочется. Мы выстраиваем свою жизнь по своим желаниям, по своим похотям и стремлениям. И это никогда не совпадает с промыслом Божиим. И мы всегда бываем посрамлены, потому что наше человечество не сбывается, а сбывается Божиим. И для того, чтобы научиться слышать и слушать пророков, для этого нужно отказаться от своего мнения. Какое слово мелкое? Мню. Мнение. То есть свое мнение, оно на самом деле не представляет ничего из себя. И благословен человек, который отказывается от своего мнения и ищет смысл в словах Божьих. Человек, который наблюдает за теми путями, которыми ведет его Господь. Ибо Господь с нами разговаривает не только языком слов, но языком знаков. И если я глянусь назад, то мы увидим, как Господь нас останавливал, как Он нас предостригал, как Он нас вразумлял. И ведь это тоже пророчество. И человек ищет безопасность. Человек ищет спасение. Но для того, чтобы найти безопасность и найти спасение, он должен услышать Слово Божие, которое говорит ему о спасении и о безопасности. И когда мы, наконец, начинаем понимать, что нашим скудным умом мы не можем вместить всей тайны промысла Божия, тогда мы начинаем верить. И вот в вере нам открываются все тайны мира и наши собственные суды. Суды Божии над нами. Всех вас поздравляем.